Популярность идеи обладания личным оружием заставляет правоохранительные органы все чаще напоминать гражданам, что хотеть недостаточно. Для получения лицензии необходимо пройти несколько этапов, которые призваны убедить сотрудников полиции, что человеку можно разрешить владеть оружием. У нас граждане могут получить удостоверение частного охранника, сдать квалификационный экзамен, получить свидетельство о сдаче квалификационного экзамена, лицензию на приобретение спортивного или охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, лицензию на приобретение оружия ограниченного поражения, разрешение на данные типы оружия. Недавние изменения в федеральном законе ужесточили правила выдачи личного оружия. Теперь соискатели лицензии должны пройти дополнительные медицинские обследования. Помимо медицинского справки формы 046 и психонарколога по месту жительства данный гражданин проходит химико-таксилогическое исследование на наличие в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и метаболитов. Лицензионно-разрешительный отдел полиции предоставляет и государственные услуги, которые связаны с оборотом гражданского и служебного оружия. Кроме того, граждане могут получить удостоверение частного охранника, сдать квалификационные экзамены или получить лицензию на оружие. Государственные услуги, предоставляемые полицией, можно получить и через интернет. Граждане или юридические лица могут обратиться к нам через единый портал предоставления государственных услуг. Идея владения личным оружием в последние годы набирает все большую популярность в России. При этом оно как спасает жизни и здоровье людей, так и оказывается в центре многочисленных скандалов. В конечном счете это зависит от того, насколько понимают люди, что такое оружие и какими последствиями может обернуться его применение. Святослав Савенков, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.